Бюджет Москвы Бюджет Москвы Поэтому мы подготовили программу, как мы бы могли распорядиться народными деньгами самым правильным образом, так, по нашему мнению, так, чтобы это действительно почувствовал на себе каждый житель города. Бюджет Москвы Бюджет Москвы Это метод улучшения жизни москвичей. А мэрия превращает его в бизнес, что недопустимо. Фокус внимания должен быть направлен на молодые семьи, а это нужно решать тем, чтобы город стал ответственным арендодателем, чтобы он сдавал жилье в аренду, как было у нас в советское время. И, кстати говоря, этот опыт с успехом перенят всеми ведущими столицами. Там есть специальные программы создания социального жилья, которые молодые семьи и нуждающиеся люди могут принять участие в этой программе, получить льготную ставку на аренду и очень неплохо начать свою взрослую жизнь. Москва строит и ремонтирует ЖКХ неэффективно. Цены завышены, дорогие друзья, в разы, в разы. Отсюда мы с вами имеем огромные расходы по коммунальному хозяйству, и каждый платит это из своего кармана. Там, где энергетики строят за рубль, Москва стоит за 3-4 рубля, понимаете, вот такая вот разница в целом. Значит, это дело нужно просто иметь политическую волю, у всех их разогнать и, так сказать, восстановить новую систему, которая будет эффективнее, которая приведет к тому, что мы из своего кармана деньги платить не будем. Дальше крайне важный вопрос, вы сами понимаете, это медицина. Здесь у нас катастрофа, ее оптимизируют, эту медицину. И есть большие подозрения, что оптимизируют в пользу частных компаний. Мы должны вот это вот все дело прекратить, эту оптимизацию, потому что к терапевту-то мы запишемся, но если мы захотим к специалисту записаться, то это мы будем ждать уже 4-5 месяцев при нынешней власти. Это делать нельзя, никакой оптимизации на медицине быть не может, тем более в пользу частных компаний. А вы знаете, они вот тут рядышком стоят, они счастливы и рады, то что там качество услуг ухудшается, значит у них денежки в карман. Значит там качество услуг в частной медицине улучшается. Это не то, что нам нужно, и вы прекрасно понимаете. Это образование. У нас школы с вами превратились в холдинги, да? У нас это что, коммерческие фирмы, что ли, школы? Значит холдинг, чем больше, тем он лучше. У него цель получения прибыли. У нас такая цель, что ли, в школах? Почему у нас должны в школах учиться 4 тысячи, 5 тысяч детей? Что это такое? Ребенок сталкивается с двумя огромными проблемами. Первое, ему неудобно, некомфортно. Такая обстановка враждебная для ребенка. Ребенок не может там себя чувствовать, когда 3 тысячи человек и в классе 40 человек. Он не может себя чувствовать комфортно. Мы таким образом детей калечим сегодня. И мэрия почему-то это сознательно и специально делает. Такую программу по оптимизации опять образования. А второй вопрос очень важный. Еще ребенок помимо вот этой системы некомфортной борется еще с машиной, которая называется ЕГЭ. Ему тоже некомфортно. У нас растет число самоубийств. У нас растет число тех, кто просто психически уже не очень нормальный становится в преддверии этого экзамена. Волнуются все, потому что это машина, с которой ребенок сталкивается. Я считаю, что надо в Москве ставить вопрос о том, чтобы отменить этот ЕГЭ в этом городе. А если мы не можем отменить... Вообще вот к мэрии я обращусь следующим образом. Если не можете защитить интересы москвичей, платите, пожалуйста, москвичам. Или идите на федеральный уровень защищать интересы москвичей. Или оплачиваете москвичам неудобства, которые они в этой связи испытывают. Это касается и пенсионной реформы, это касается и единого государственного экзамена. Если у нас приезжают сюда в город люди с разных областей, в основном там южных, со 100 баллами, то, что должен город смотреть на это, что ли. Раньше была программа, которая называлась частичная компенсация обучения в вузах. И Москва платила за своих выпускников. Или идите защищайте федеральные власти, отменяйте этот ЕГЭ в Москве. Или давайте тогда заплатите за то, что дети, которые получили там по 97 баллов, чтобы они могли учиться в институтах на бюджетной основе. Тогда заплатить. Вот то, что мы требуем от властей. Естественно, мы предпримем все усилия для того, чтобы ЕГЭ этот был отменен. Забота о старшем поколении – это пенсионная реформа. Еще раз хочу повторить. Действующая мэрия должна использовать весь политический ресурс с тем, чтобы отменить закон о пенсионной реформе. Весь политический ресурс. А у них есть, поверьте, этот политический ресурс. Когда им надо, они очень хорошо решают эти все задачи. Если они не могут это сделать, то нужно быть готовыми к тому, чтобы платить. И надбавку к пенсии, как это было, так называемую Лужковскую надбавку. И то, когда люди пострадают. В Москве пострадает 1 миллион 300 тысяч человек. Нужно быть готовыми заплатить деньги, если они не отстоят непринятия этого закона. Повторяю, все возможности у мэрии есть. Экология. Мы прекрасно с вами знаем, что информация о фактическом состоянии экологии у нас закрыта от нас с вами. Жители не имеют никакой информации о состоянии экологического в городе Москве, об экологическом фоне в городе Москве. Всю эту информацию с городских порталов убрали. Значит, мы это дело обязательно восстановим. То есть каждый москвич должен знать реальную экологическую обстановку. у него в районе. И не имея там свои эти все приборы, а то, чтобы городская власть отличала за ежедневный мониторинг и доводить до сведения москвичей все, что происходит с экологией. Ну, отдельная проблема с мусором. Здесь нужно ее решать, конечно, мусоросжигательными заводами, раздельным образом мусор собирать. И опять без коммерческих операторов, как это происходит, а опять с полной ответственностью города за то, что он делает. Поддержка бизнеса, дорогие друзья. Любую столицу возьмем, мировую. 70% доходной базы приносит малый бизнес. У нас малый бизнес находится просто в тисках. У нас фактически происходит сращивание различных государственных органов, правоохранительных и не очень, которые объединяются. И отдельно каждого предпринимателя, слово другое подобрать нельзя, прессует. Это почерк наших с вами правоохранительных органов в городе Москве. Это никакой не секрет. Предприниматель не чувствует себя здесь защищенным. В любой момент могут предъявить, придут не одна, а несколько организаций и просто начнут уничтожать любого предпринимателя, который здесь есть. И, кстати говоря, руководство федеральных служб к этому относится очень отрицательно. Это происходит на месте, вот здесь сращивание. Вот здесь срастаются правоохранительные органы. И, пользуясь тем, что город большой, до мэрии не достучишься, предпринимателю идти некуда, они начинают просто пресс. Там разработаны, я вам скажу, целые схемы. Там просто действуют, вот просто по схемам. Это называется, в таком мире это называется почерк. Там один и тот же почерк у них. Это просто беда, то, что сейчас происходит с предпринимателями. Мы делаем следующее. Мы это все должны отменить. Это просто делается. Это надо поговорить с руководством правоохранительных органов федеральных, которые, повторяю, не заинтересованы в этом. Это местное сращение. И второе, мэрия должна слышать москвичей, слышать предпринимателя. Должна быть горячая линия, куда позвонил и за него вступились. Вот как только за него вступаются, за предпринимателями, весь этот балаган сразу заканчивается. Просто человеку, который занимается бизнесом, имеет кафе, ресторан или еще что-то, ему просто некуда обратиться в мастерскую, ему просто некуда обратиться, его никто не слышит. Куда позвонить вот в такой ситуации? Если там милиция, там налоговая, там пожарники, помните, ищут пожарные, ищут милиции, то есть они все вместе против него одного. Что ему делать? Куда ему позвонить? Мы будем ставить вопрос о том, что должен быть уполномоченный, которому можно позвонить, и который имеет просто полномочия тут же этот балаган заканчивать. Молодежная политика, дорогие друзья, с молодежью у нас никто не работает, у нас 20% безработных среди тех, кто начинает свою карьеру. Мы их фактически бросили, никаких возможностей мы им не предоставляем. Ни жилье, ни старт, ни возможности, каждый разбирается сам по себе. Нужна, конечно, программа работы с молодежью, нужно дать им возможность арендовать квартиру, дать возможность получить какой-то кредит, получить старт для своего бизнеса, пусть это маленький бизнес, это тоже можно и нужно делать. Ничего здесь нет такого страшного при таком бюджете. Программа будет 15-20 миллиардов, она принесет мало того, что возврат с хорошими процентами, она еще даст возможность людям устроиться. Что трудно, что ли, это организовать? Нет, не трудно. Другими товарищи заняты, другими делами, другими. Народное самоуправление, дорогие друзья, здесь у нас бардак, полная беда, роль Мосгордумы к нулю сведена, роль муниципальных депутатов к нулю. Ничего у нас здесь, никто ни с кем не разговаривает, бюджеты муниципальные депутаты не имеют. И последние возможности контроля над строительным комплексом, то, что они принять или не принять дом, тоже их лишили в пользу Мосжилой инспекции. Вот буквально на днях вышло постановление, по которому никто ничего уже из депутатов не может и по этому поводу сказать. Не надо 2-300 в распоряжении одного человека. Пусть муниципальные депутаты распоряжаются 25% от этого бюджета. Наверное, они имеют возможность и знают, куда это потратить. А префектура, мы с вами уже говорили об этом, это фейковый орган, непонятно откуда создан. Что это такое? Это представительство власти, что ли, на местах? Что это за округа такие? В общем, это все придумано, и нужно на это дело просто пустить вниз, дать туда власть, возможности, полномочия, деньги, бюджет. У нас он бесконтрольный, никто не контролирует. Все они контролируют сами себя. Счетная палата, еще в мои времена, когда я был в Мосгордуме, она не работала, там ходил бедный, непрекаянный руководитель этой счетной палаты. Я думаю, сейчас уже и не ходит там, просто сидит где-то там. Никто его не знает. То у нас знает руководителя счетной палаты города Москвы. Хоть раз он что-то поднял, какой-то вопрос. Хоть раз поднял, что тут не так, здесь там неэффективно, здесь своровали. Вы слышали хоть раз такое? Что он вообще, кто его знает? Вот просто взяли, а это уставной тоже орган, счетная палата Москвы, это уставной орган, в уставе города Москвы прописан. Там и про депутатов Мосгордумы прописано, что депутат Мосгордумы имеет право указать на ошибки власти, и в случае чего потребовать немедленного исполнения с наказанием виновных. Прямо там написано, это в уставе города Москвы, я сейчас пункт не помню, откройте, пожалуйста, два, там, четыре или какой-то. Там это в уставе города Москвы, черным по белому написано.